Итоги уходящего понедельника Путь спасателей может занимать до 5 минут В зависимости от удаленности и сложности проезда Что остается за кадром? Бизнесмены местного разлива в Могилевском районе раскрыли преступную схему Похищенное топливо обнаружено на частном подворье Сколько успели слить дизеля? Рюкзак помощи в Бобруске проходит благотворительная акция Канцелярские товары будут приниматься по адресу Улица 50 лет, ВЛКСМ, дом 19 В чем больше всего нуждаются дети А также белорусская фауна, уборочная компания и государственная поддержка С августа увеличатся пособия на детей до 3 лет Сколько заплатят за второго и последующих? Островок природы в центре Европы надо сберечь Вопросы охраны белорусской флоры и фауны обсудили во Дворце независимости В том числе под свой контроль госинспекция должна взять и выпиющие факты издевательства над животными Такие случаи все чаще появляются в социальных сетях ради хайпа Президент требует оперативно реагировать на подобные вещи Перед начальником профильной инспекции поставлены конкретные задачи Это недопустимо Пока примем закон, он разрабатывается Я тебя попрошу, продумай Как инспекция по защите Сможет реагировать на подобные проявления Их даже искать не надо Во-первых, все это выкладывается В социальные сети В интернете Сам, наверное, видишь И сталкиваешься с этим не единожды Ну и второе, население, все-таки подавляющее большинство Особенно белорусы, это люди жалостливые Они к животным хорошо относятся И сразу же проинформируют Проинформируют о таких вот негативных проявлениях Нам надо на это реагировать Обратить внимание необходимо и на воспроизводство массивов после вырубки По результатам проверок в первом полугодии 20 тысяч кубометров леса были вырублены незаконы 903 случая браконьерства и на рыбалке Изъято 260 километров сети Самыми законопослушными оказались охотники Природу важно сохранить для будущих поколений Все тайны становятся явным В Могилевском районе рабочие сельхозпредприятия Похитили 230 литров дизельного топлива Инцидент произошел вблизи деревни Заборье Преступлению причастны 4 мужчин 31-44 лет Приятеля слили горючее прямо в поле Сверенной им техники Автомобиля, трактора и комбайна Затем реализовали жителю Могилева Похищенное топливо обнаружено на частном подворье Могилевчанина По указанному факту возбуждено уголовное дело За последнее время это не первый подобный случай Сотрудники милиции на постоянной основе проводят рейды Чтобы вовремя пресечь как можно больше правонарушений На объектах агропромышленных комплексов Пенсия за выслугу лет Задание со звездочкой И вакцина от коронавируса В Беларуси количество привитых от COVID-19 достигло 70% О чем напоминают медики Громкие заголовки дня Далее в специальном обзоре В Беларуси началась массовая уборка зерновых В лидерах по темпам работ Брестская область Второе и третье место у Гомельской и Грудненской Всего по стране намолочено свыше 639 тысяч тонн зерна И это без учета кукурузы, гречихи и проса С августа увеличатся пособия на детей до 3 лет На первого ребенка заплатят 556 рублей 5 копеек На второго и последующих 635-48 На ребенка-инвалида почти 715 Суммы будут актуальными до 31 января 2023 Всего поддержку получают более 238,5 тысяч малышей В Беларуси количество привитых от COVID-19 достигло 70% Однако это не исключает локальных случаев Для того, чтобы снизить риск заболеваемости Облегчить течение и исключить осложнения Медики рекомендуют пройти первичную вакцинацию Также не стоит забывать о повторной В белорусских вузах начались внутренние вступительные испытания Экзамены сдают абитуриенты, которые поступают на творческие специальности В учреждении с военным или сельхозпрофилем Зачисление на бюджет в большинстве учебных заведений Пройдет по 4 августа На платную до 10 числа включительно В стране со следующего месяца повысится трудовая пенсия Это касается всех видов по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности И по случаю потери кормильца Сумма увеличится на 10% В целом на выплаты в этом году запланировано около 16 миллиардов рублей Украшение огня в Беларуси отмечают день пожарной службы Ей исполнилось 169 лет Поздравления прозвучали во всех уголках Синекой, в том числе и Бобруйский Торжество прошло на базе пожарной аварийно-спасательной части номер 1 Ключевой момент – церемония награждения Участвовали здесь самых лучших От капитана до старшего лейтенанта Всего более 30 человек Вручили благодарности, нагрудные знаки и почетные грамоты Здесь же присвоили очередные звания Искренне от всей души хочу поздравить весь коллектив Бобруйского городела По очередным ситуациям Ветеранов службы Парсональным праздником Днем пожарной службы Пожелать, прежде всего, крепкого здоровья Ну и традиционно сухих рукавов История праздника ведет свой счет с 25 июля 1853-го С этого момента МЧС претерпела немало изменений Сегодня министерство выполняет большой диапазон задач От ликвидации огня до гуманитарных миссий за рубежом В продолжении темы Благодаря отваге сотрудников МЧС Только в этом году ликвидировано свыше 3000 чрезвычайных ситуаций И спасено более 4000 человек по всей стране Это праздник бесстрашных бойцов со свирепой стихией Сколько весит боевая форма О чем думают огнеборцы во время выезда И где спят доблестные герои Курсант Гуревич сменила профессию ровно на 24 часа Огнеборцы, пожарные, спасатели, служба 112 Мы называем их по-разному Но смысл здесь один Протянуть руку помощи в чрезвычайной ситуации Каждый день эти люди борются за наши жизни Но что скрывается за серьезной экипировкой У меня есть ровно 24 часа, чтобы узнать об этом Рабочий день каждого сотрудника МЧС Начинается с пересменки Или так называемого развода Меня же первым делом знакомят с командой И выдают форму спасателя Поздравляю отступление в нашей еды Спасибо Синезеленая куртка и брюки Майка с эмблемой МЧС Кепка, берцы, туфли и пояс Для девушек еще и юбка У спасателей два варианта формы Повседневная, к ней также идет зимний бушлат и шапка И парадная, в комплекте пальто Дальше, можно сказать, самое главное Проверка оборудования и экипировки В случае ЧП времени на сборы не будет Пожарные и боевые готовности 24 на 7 За каждым человеком закреплена своя сторона И с каждой стороны по описи всегда есть свое оборудование В данном отсеке мы можем наблюдать шансовый инструмент То есть это багры, лопаты, хулиганы Все, что нам нужно для открывания дверей Так и, если мы берем выбирание сухой растительности Чаще всего мы используем лопату и бухлопушку Также внутри мы можем наблюдать генератор Чтобы запустить осветительную мачту В ночное время, чтобы нам было проще работать Автомобиль МЧС готов практически к любым ЧП Здесь защитные костюмы для химических аварий И сверх высоких температур 12 рукавов трех диаметров Цистерны Внутри 5000 литров воды И 350 пенообразователя Плюс пожарные стволы Знак аварийной остановки Конусы, бензопилы и бензорезы На всякий случай Ручная гидравлика Применяется до 3 ДТП Если нам необходимо деблокировать по стандарту Если нужно, то она разжимает И при необходимости режет Место, где все начинается, диспетчерская Когда здесь раздается звонок Начинают работать звенья одной цепи Сотрудник принимает вызов И определяет, кого отправить Под присмотром Бобруйского ГРУЧС Больше полутора тысяч квадратов И 217 населенных пунктов В городе находится 6 частей И один аварийно-спасательный пост Плюс еще 4 на территории района Дежурная служба МЧС Я вам помочь Самое важное – точно принять информацию Адрес, причина вызова И есть ли угроза людям Нередко на том конце провода Не просто очевидцы, а сами погорельцы Которые могут паниковать и путаться Поэтому от работы диспетчера зависит Как быстро будет оказана помощь Внимание, два отделения на выезд Улица Гагарина, 3 Третий этаж, дым из квартиры Дальше счет идет на секунды На все про все, не больше минуты Здесь время – роскошь По нормативу экипировку нужно надеть За 18 секунд, посмотрим За сколько справлюсь я Влазь туда Стоп! У меня шло Минута 46 Конечно, настоящему спасателю Во время ЧП тратить на это Столько времени нельзя Кстати, форма достаточно тяжелая Но ее настоящая задача – защитить человека Она удерживает температуру От минус 70 до плюс 400 градусов Бросать все и мчать на вызов Таковы будни героев Не всегда это громкие ЧП, которые после транслируют в новостях Подгоревшие котлеты, задымление, короткое замыкание, недовольство соседским костром Без внимания не остается ни один звонок Путь спасателей может занимать до пяти минут В зависимости от удаленности и сложности проезда Скорость для них не ограничена Но есть два основных правила – обязательно включать сигнал поворота И всегда останавливаться на красной, чтобы убедиться, что машину пропускают И самое главное – огнеборцы до конца никогда не знают, что их ждет на вызове И все же, когда на горизонте штиль, сидеть на месте не приходится Постоянные тренировки – обязательная часть дня Причем здесь все по-настоящему Горит, дымит и рушится Прибытие, затем боевое развертывание, тушение И все – в полной экипировке Весит она без малого 20 килограмм Это очень большой вес В нем сложно стоять Как в этом можно передвигаться И тушить пожар, спасать людей Я не представляю Так, потихоньку приоткрывай, чтобы воздух спускался Не двойка Боюсь Ну и двойка О, так Вот тут можно покручить больше минуты Ага Невозможно предсказать, как сложится ситуация в реальности Огонь – необузданная стихия, которая сметает все на своем пути Полагаться здесь только на себя не получится Профессионализм, командная работа, доверие и почти братская связь Вот что каждый день помогает пожарным спасать людей и самим возвращаться домой На часах 23.00 – это время, когда спасатели могут отдохнуть Правда, не все На дежурство остается суточная смена и начальник караула, которые сменяются в течение ночи Увы, иногда сон длится до первого вызова В 8.30 новая смена заступает на службу Обязательный этап – проверка документов, удостоверений и психофизического состояния Начальник части инструктирует сотрудников и докладывает суточную сводку Главное – обошлось без жертв За этот год на счету огнеборцев уже 17 спасенных Когда речь идет о жизнях, поверьте, это немало Мой день здесь подошел к концу и, признаюсь, было непросто Действительно, никто лучше спасателей не знает ценность человеческой жизни И все же важная часть их работы – беречь себя Ведь когда к концу подходит их день, дома героев ждут целыми и невредимыми Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360 В школу с добрым сердцем в Бобруйске проходит благодоворительная акция Горожан приглашают принять участие в движении и помочь детям-инвалидам из многодетных семей Больше всего ребята нуждаются в ручках, карандашах, обложках, тетрадях и дневниках Сбором концтоваров занимается ТЦСОН Первомайского района Принести их можно до 20 августа включительно Канцелярские товары будут приниматься по адресу Улица 50 Лет, Волокосэм, дом 19, в кабинете номер 4 Каждый рабочий день с 8 до 5 вечера Справки по телефону 72-73-77 Все собранные товары поделят поровну, распределят между нуждающимися Это тот самый случай, когда даже маленькая помощь имеет большое значение Это все и события к этой минуте Смотрите нас в интернете и в соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! 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 Редактор субтитров А.Семкин